Давайте я расскажу. Давай, секунду, да. Можно я сделать фотографию? Да, да, да. Хорошо, готовы? И, возьмите. Спасибо. Вы сделаете один для меня. Внимание! Вчера был великолепный пример. Мы вчера приехали, не буду называть имя компании. Крупнейшая автодилерская компания. Не говори имя этой компании. Это секрет. Да. Огромная компания российская по продаже автомобилей. По продаже автомобилей. Вы прям, реально, номер один во всех сегментах. Но сервис у них отвратительный. Потому что, когда мы приехали с Джоном, мы первым делом поехали в их дилершипы. Мы ходили по магазинам, садились во все машины. Никто, вот просто, никто не подошел. Никто не поздоровывался, вообще, то есть, ноль эмоций. И когда мы вчера об этом говорили, генеральный директор этой компании, с чего она начала. Вот как мы все знаем и уважаем Рустама. Представьте, что Рустам бы вышел и сказал так. Ну что? Кто знает стратегию нашей компании? И вы все такие хап? Задница сжалась, булки напряглись. И все стесняются сказать. Она в серединах так провела всех. Кто знает стратегию нашей компании? Я вам реальный факт говорю. Тишина. И один смелый голос. Это хорошее обслуживание наших клиентов. Он говорит, да, молодец. Обеспечил себе карьеру на 3 или 5 лет. Ну все, сервис самое главное. Это Джон Шоу. Он будет рассказывать про сервис. Я пошла, у меня важные дела. Представьте, генеральный директор компании, который просто отсутствовал во время выступления Джона. Которая заявляла, что сервис для них самое главное. Это и есть воспитание примеров. Все, о чем мы с вами говорили про наши ценности. Я не знаю. А? Ладно, не будем говорить про секреты. Окей. Сегодня у нас фантастический шанс послушать и поговорить. Сегодня я сказал Джону, что это не такое там выступление. Сегодня это разговор, дискуссия. Поэтому у нас брать кофе. Вот именно поговорить. И для того, чтобы он будет задать вопрос. Не стесняйтесь. Отвечать. Задача как бы наша сделать такую дискуссию. Джона вы все уже прекрасно знаете. Я еще хочу сказать. Сереж, можете попросить? Это невероятно интересный человек. Во-первых, у нас есть с ним программа на радио. Во-вторых, это номер один в России. Единственный. Который сертифицированный джайл, скрам, коуч. Ну, я не знаю, там, в России. По-настоящему. Человек серьезный, глубокий. Но вот сразу это не поймешь. Ну, Бурлик, кажется, какой-то лысый чувач. Глупый. Глупый. Улыбается так по-доброму. На самом деле невероятно умный, профессиональный. Безумно дорогой. Поэтому, когда он вчера откликнулся, я написал. У меня не получилось договориться с переводчиком. Я вчера в фейсбуке написал. Друзья, у меня есть такая проблема. Приехал Джон, а мне нужен час переводчик. А Сережа пишет. Давай я тебе помогу. Я просто реально офигел. Это не просто переводчик. Это мега человек, который сидит сегодня с вами. Спасибо тебе огромное. Ну все, погнали. Давайте попробуем. How many here have read my book? Сколько здесь людей читал книги? 6, 7. I'd encourage you to get a copy of the book, as in you don't have to listen to me. Можете взять книжку мою, и там читать можно будет не слушаться. Что? Я говорю про стратегию. Это очень простая вещь. Это очень простая вещь. Если вы любите клиента, то они дают тебе много денег. Если вы любите клиенту, они отдают вам свои деньги. Если вы даете классный клиентский сервис, то они дают вам еще больше денег. В России, в результате клиентов очень высокая. И здесь ожидания клиентов в России, они очень низкие. Большинство людей в России редко вообще имеют шанс пережить, что такое классный сервис. Большинство людей в России редко вообще имеют шанс пережить, что такое классный сервис. И Джон говорит о нескольких важных принципах. Первое, если вы хотите стать лидером, то придется всем готовиться вместе. У вас здесь примерно 30. Самый важный человек в вашей компании, он не здесь сегодня. Это не самый важный начальник, конечно же. Это те самые сильные и сильные звена. Это ваша сильная и слабая звена одновременно. Мы сходили, как раз посетили четыре продавца автомобилей, салона. И на каждом ресепшене там, мы просто увидели, что они, грубо говоря, это приемная по заказу. Они красивые женщины, которые ничего не делают. Потому что, в России, большинство компаний, наверное, в России не особо запариваются. Большинство компаний в России не особо запариваются. Но я думаю, что около 11 часов, на тюсдень, никто не будет покупать автомобиль. Наверное, в 11 утра, во вторник, никто не придет к ним покупать автомобиль. Но они не были продавцов, и они не были продавцов, и кто бы мог нам что-то продать. То есть, вы должны обучать каждого человека в компании. И обновлять эти знания каждые три-четыре месяца. То, что, возможно, вы назовете классным сервисом, я назову так себе. Надо сравнивать себя с такими компаниями, как Amazon, Apple или Bank London. Вторая часть и второй принцип — это нужно очень хорошо понимать стратегию. Вы не в логистике, не в отправке, а у вас клиентский сервис. У вас очень много конкурентов. И самый классный способ получить больше бизнеса — это как раз давать классные клиентские сервисы. Третий пункт — это избавление от политиков всяких процедур, которые в компании существуют. Большинство из политиков и правил обычно глупые. Большинство из политиков и правил обычно глупые. Мы поставили много в положение, потому что мы не доверяем клиенту, и, два, мы не доверяем клиенту. И результатом является очень часто из-за того, что мы не доверяем клиентам, ни своим людям. И результат is you increase cost of operation, and you piss off the customer. И результатом внедрения таких политиков и правил является того, что мы раздражаем и своих клиентов и своих сотрудников. У вас есть преимущество. У вас есть преимущество. Большинство ваших конкурентов точно так же при новой сервисе. Но если одна компания в этой индустрии стала сервисным лидером, то есть шанс. И еще одна компания постарается занять это место, стать сервисным лидером, то есть шанс. И еще одна компетенция очень важная, о которой нужно поговорить, это empowerment. Это значит, в 20 секунд, у вас будет проблема в полномочках. Да, это, ну, наделение каждого сотрудника, да, полномочками или рядовых сотрудников полномочками. Это значит, что каждый работник должен сделать быстрое решение каждый день на месте, в favor of the customer. Это значит, что люди, которые вообще встречаются с клиентом, должны иметь право принять решение и решить проблему клиентскую вот так вот, без всяких согласований. И даже когда будет идти речь о каких-то больших суммах, да, каких-то там решениях на миллион долларов. Но большинство из этих решений, конечно же, маленькие и стоит компании меньше 100 долларов. И у вас есть выбор. Вы можете сказать до свидания своим клиентам. Потому что мы не можем потратить 70 долларов. Или вы можете выбрать сохранить клиента. И те, кто реально являются лидерами клиентского сервиса, они понимают этот принцип на мочи сотрудников. And then another skill you need to learn is to use and remember the customer's name. Еще одно очень полезное свойство это помнить клиентские имена, имена своих клиентов. Nobody gives a name about the customer. Никто обычно этим не парится. So you need to always be using the customer's name. Вы должны этим париться и вы должны использовать имя клиента. That means the people that are picking up the containers, shipping the containers, whatever the product is you're shipping. And then another skill that's really important in your business is speed. People want things now. I find that in most parts of the world there are very few companies that can spell the word speed. The Federal Express in South Africa uses Pony Express. So I could ship a product to Gabon, Baswara, which has to go through South Africa. I can drive from Johannesburg to Gabon in two hours. And it will take Federal Express a week to get the product there. So people want things today fast. We have two problems with speed. The mindset of most employees is slow. We know that if we've got three days, we wait until the third day to get things wrong. The second thing is that many of you got policy systems and procedures that are designed to increase slow. Amazon has a better grasp of speed than any company in the world. The Federal Express built a business on speed. The Federal Express built a business on speed. Sometimes they are good at it, and sometimes they're not. Another skill that's critical is service recovery. Another skill that's critical is service recovery. Every now and then in your business bad things happen. плохие вещи в бизнесе случаются регулярно. The shipments get lost. The shipments get delayed. The shipments get delayed. Federal Express cannot spell the two-word service recovery. We had a shipment that was going to New Jersey, and he had to take it to Hawaii. They found the package about three weeks later in the box. What I need to find out from Jake and my staff is, did Federal Express ship the books at no expense to Hawaii? I don't know. I'm going to find out when I get back. I spend about four to five thousand dollars a month for Federal Express. So, if you're going to be a service leader, these are some of the principles you're going to be able to have. And all elements of your business have got to be an awesome service. So, can any of you identify one or two companies in Russia that provide incredible service? Can you name two companies in Russia that provide an awesome service? The Russian service? Ozon? Ozon. Amazon? Ozon. That's Russian Amazon. So, do they deliver the same day? Do they deliver the same day? Yes. Anybody else? So, there's millions of companies in Russia. There's millions of companies. Any company. Any company. So, what would happen if your company became the service leader? What would happen if your company became the service leader? So, my experience in Russia is the former Soviet Union is very much in play. About two weeks ago, we wanted to spend $72,000 U.S. dollars a year on printing in Kazakhstan. We had 12 printers at Amadi. None of them were interested in the business. Because they would have to provide the paperwork in order to say the material was printed in Kazakhstan so it could be shipped to Moscow. So, what I learned in Kazakhstan is that the former Soviet Union is alive and well. So, Marina and my staff contacted 20 companies in Moscow that were supposed to be really good at customer service. Seven of those 20 companies never responded to it. They just don't need the business. I have to find out how much $72,000 U.S. Most people living in the United States believe that service sucks. The expectations are very high. Amazon would have the benchmark for great service. Amazon would have the benchmark for great service. Amazon would have the benchmark for great service. One of the weaknesses of Russian firms is that you can't export to the U.S. prices are too high and your speed doesn't exist. Now, Kaspensky here in Russia has penetrated the United States very well. But there's some political things involved in that the government doesn't trust Kaspensky. So, they're having problems in the United States with large companies and the government where they don't want to do business with them. Because they're Russian. Go ahead. I'm not sure I have them. Aeroflot? Aeroflot? Aeroflots are 3 out of 10. Aeroflot. Aeroflot has beautiful flight attendants. On the flight they're very good. Aeroflot has beautiful flight attendants. On the flight they're very good. So, it takes them anywhere between one to three days to be able to put luggage on the plane. I'm not willing to sit in New York for three days to pay a hotel room because it's gonna take three days for them to put the luggage on the plane. Yes. I would suggest that Japanese people are better than Singapore. In Japan, the people are very nice, very polite. The only thing with Japan is they're not as creative. They have to manufacture, they have to take products from this country in the US and then make it in Japan because they don't have the innovation. The customer service in Japan is very good. More questions. Yes. What do you think, does service really depends on people or on technology? It's people. Mainly people. Without people you're dead. Most companies use technology to piss off the customer. customer experience. technological can be used to improve customer experience. Probably, 95% of companies use technology to push the customer further away. Но 95% компаний, похоже, отталкивают клиентов своими технологическими производствами. Я могу сейчас позвонить в Amazon. 566 000 сотрудников. 566 000 сотрудников. Они увеличили свои продажи на 41 млрд долларов в прошлом году. Когда я звоню, они будут спрашивать мне, что я звонил или нет. Да, я звонил. Да, я не звонил. Они, говорит, по-прежнему, со своими технологиями проверяют, если я им позвоню, то они проверяют смс-кой, типа, звонил я им или нет. Единичка, если не звонил. 15 секунд later, a live person comes online. Через 15 секунд какой-то живой человек появится онлайн. Они могут, в принципе, делать то, что угодно. Они начинают спрашивать мое имя. У них сотни миллионов клиентов. Я говорю, Джон. И им уже не нужна моя фамилия. Им не нужен мой телефон. Мой имейл адрес. Мой имейл. Но они знают, кто я такой. Большинство компаний не используют технологии, чтобы обеспечить клиентов. К сожалению, так не поступают, но не используют технологии таким образом. Amazon is the best of technology, though. Amazon is the best of technology. But it's used to approve the customer experience. Все-таки, эта штука, она лишь про улучшение уже клиентского опыта. No questions. Еще вопросы. Что нам делать, если мы в такой же... Первый шаг такой... What is our first step? The first step would be to take your 130 people and work with Roman and start to train everybody on the skills and the art of customer service for something new and fresh every four months. Ну, начать нужно, наверное, с обновления знаний всех сотрудников, чтобы все помнили и делать это регулярно, там, раз, 3-4 месяца. You spend about $130 a year for a person. Free programs a year. Можно смело тратить деньги на это обучение. You guys can easily facilitate our programs in Germany. They're awesome. In Russia. But it's like going to the gym. If you go to the gym every 5 or 10 years, you'll be out of shape. You know, if you look at the table behind it, there's a lot of food that's fattening. And if we don't work out, it's going to add it right to our stomach. And if we don't work out, it's going to add it right to our stomach. So the same thing is developing a customer-driven team. If you don't have something fresh new, fresh new, fresh new, virtually every four months, you just go downhill. For example. Aeroflot considers their older employees throwing. Aeroflot, например, считает своих более возрастных сотрудников, как бы списанными. It's crazy. It's crazy. So the more effective each of you are, the faster this company does. The more effective each of you are, the faster this company does. The Russians tend to think they're kind of prima donnas. The Russians tend to think they're kind of prima donnas. But you know what the customer wants is a few things. Very simple. Но клиент обычно не хочет каких-то новорот, у него им нужны довольно простые пара вещей. They'd like a smile. They'd like this warmth, this caring attitude. Заботу некую и тепло. No matter who they talk to in the company, they expect this incredible... They would like to receive this incredible customer experience. И неважно, к кому бы в компанию они не обращались, они бы, конечно, хотели получить такое... The expectations of your customers is low. Но, скорее всего, ожидания ваших клиентов сейчас, они низкие. I mean, most Russians believe Aeroflot is an incredible service leader. Большинство людей думает про Aeroflot, как будто они, вот, прям, лидер сервиса. I mean, here's the interesting thing, how in Europe, the firms get screwed, people get screwed left and right. И, в целом, про Европу можно сказать, что... I flew from Amsterdam to Moscow on KLM. Я летел с Амстердама в Москву в KLM. And they only have coach seats on the plane. И у них только экономический класс. They call first-class seats an empty seat between you. Они называют первым классом... All the airlines in Europe do the same thing. They have no first-class seats. If that happened in the United States, it would be a revolt. I mean, it's just... it's incredible. All over Europe, they don't give a shit. All the people in Europe are screwed every day. Because of lousy customer service. People in Europe tend to be more processed-driven, very analytical. The I has to be dotted, the T has to be crossed. Все точки над И должны быть расставлены, все буквы и Т пересчеркнуты. So, most companies don't really understand the customer service. If any of you ever get to London, you should visit MetroBank. It's an American bank in London. Growing 38% a year. The most customer-driven company in the country. They started July 29, 2010, with 40 employees. Today, they got over $19 billion in deposits and $3,000 in deposits. In two more years, they'll have $39 billion in deposits. In five years, they'll have about $70 billion in deposits. See, there's a bank in Russia called Tinka Bank. Tinka Bank, I think it's called. Yeah. If you call them, you get voicemail. Если вы им позвоните, то там будет автоответчик. So you don't know which door your customers are going to come through. You've got to be awesome at every door. See, it's easy for you guys to grow. Easy for your company to grow. So all you've got to do is really focus on the customer experience. Develop high-performing employees. I wouldn't be surprised that right now there's at least 13 employees working at your company that if you fired tomorrow, you wouldn't miss them. And everybody right here knows who the 13 people are. And you even know who they are. Am I perfect? No. You don't know who they are or you don't think you have 13 people? You don't know who they are or you don't think you have 13 people. They say you don't have them. Bullshit. All of us are valuable here. You've got 130 people. You're telling me everybody is working at 8-7 of us below you. I don't believe that all of us are like 130 people. And Ralph, the CEO said that 50% of the employees are dead after 8000. And your flight is probably 20%. Questions? By the way, I don't mind disagreeing with you. I'm not here to be politically correct. I'm okay to be with you. I don't want to be politically correct. I was a bit distracted by that we are a bit of a better service. Although we are able to get a better service, but we do not need to compare. Он сказал, что он был немного disappointed в сравнении с УССР, потому что мы работаем в УССР, и 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 мы работаем в УССР. Я работаю в УССР, и мы работаем в УССР, и мы работаем в УССР, и мы работаем в УССР. Потому что 19 лет не говорят о бизнесе. Они не обитают 5 миллионов рублей в месяц. Не скажи, что в России все все прекрасно в УССР. Вы не думаете, что в УССР, вы думаете. Вы думаете о вашем эго. Да ну другое дело дело, что патронила в УСС, и СР кущей жеformed очень голованости. Да который патронил в УССР в УССР, и было漏칠 гиб Lesothine мы получали в УССР. Вы P Society of Russia спraj看 речь недостаточно. ... что большинство российских компаний реально думают, что они красавчики в сервисе. Мы же стремимся к сервису, ребята, все. Мы же не просто так, вы знаете, сидим действительно красавчики и пытаемся услышать, что вот, ну, это не был шарф. Мы же на самом деле стремимся... Если ты считаешь, что ты стремишься, то должен считать, что это не тот свой уровень. Каждого своя точка знает, естественно, он имеет право на них. Он говорит о том, что надо пример брать с лучшими, да? Вот если тебя сравнить с лучшими, то, наверное, ты чувствуешь разницу. Когда ты не чувствуешь разницу, это не проблема. И Ролф, и Ролф, they told me they're at 8 in customer service. I rated them a 2 or a 3. Ну, собственно, Рольф, которую они посещали, они сами себе восьмерку поставили по клиентскому сервису, а я, говорит, им дал бойку или тройку. И мне кажется, что да, как все относительно, и вы мечтаете ли о России сейчас? Да. У нас был такой в прошлой компании рейтинг обзор по сервису, в частности, в 2005-2006 году. И мы в трех, там пять номинаций было, в трех номинациях заняли первое место. При том, что я знал, что внутри компании сервис полная жопа. Но клиенты, несмотря на то, что я сам понимал, что жопа, нас признали в трех номинациях лучшими. Это означает, что остальные еще хуже. Я думаю, ситуация с 2005 года не поменялась никак. Мне клиент позвонил и сказал, что он отправил в десять логистических компаний запрос на большой темп. Ответили только две. Две западные компании, DHL и FM Logistics. Русские восемь компаний вообще не ответили. И он им просто звонил потом, ну дайте ответ. Я говорю, что если вы были где-то в мире, и вы называли 10 компаний, и вы просто переехали к этому городу, то, наверное, 90% никогда не принимают звонки или вернутся к вам. Возвращение в США. Компаниями, они все жирны и счастливы. Видите, когда я говорю о сервисе лидеров, я не говорю про тысячи компаний, у меня реально там на двух локах. И у этих компаний есть лицензия на печать денег. Еще вопросы? Да. Вы не думаете, что проще вкладывать в искусственный интеллект, чем обучать миллионы хорошего сервиса? d ПОНТПЛЕЙНИС Year 2 умеющихworthiness не дают знанияų Есть лицензий на печать информацию к… Х … съемки каждый позже не дают знания системы Нет, я люблю, что я делаю. Я 71-летний. В январе я должен быть маленьким лицом, так что я буду делать. В январе я подтяну лицо, и будет вообще зашибись. Я не могу ходить быстрее. Я люблю, что я делаю. Я люблю, что я делаю. В январе я думаю, что мы думаем, что интеллигентная 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 ситуация может быть лучше. С клиентским сервисом, я считаю, что это про людей. Убер, например. Убер, например, чисто технологическая история. Почему я всегда использую Убер в этом стране против такси-каб компании? Я бы, конечно, пользовался Убером в России против обычной такси-компании. Немного 95% всех такси-каб-драйверов в мире нечисленные и крюки. Если они не могут тебя ободрать, они тебя уберут. Ну, поскольку в Убере мне не надо платить водителю. Цена фиксирована, и я знаю, что меня никто не поймет. Я не знаю, где я живу, в Белгарии, в Сауди-Арабии, в России. В последнее время я взял автобус в России, и в России, тот человек, который меня удалил. Наверное, 10 лет назад. Я никогда не взял другую. Последний раз в России, когда я садился в такси, лет 10 назад, меня ободрали с тех пор. Но, так или иначе, все равно зависишь от водителя. Я только один раз видел уберовского водителя в Вьетнаме. Но, так в целом... Еще вопрос. Что больше понравилось в сервисе и предоставлялось сингапурским компаниям? Ну, если вы посмотрите на сингапурские авиалинии, которые очень пользовательские авиалинии, например, если посмотреть на сингапурские авиалинии, они не позволяют никакой защиты от государства. Их причем не субсидируют никак их правительство. Большинство правительств так или иначе защищают свои авиалинии. Но сингапурским надо выживать самим. Они решают этот вопрос предоставлением офигенского клиентского сервиса. Я не летаю очень много, потому что я просто не в этой арене, где я имею возможность. Но нет правительственной защиты. Они должны быть прекрасны на своем. Но я понимаю, что без защиты правительственной, им надо как-то очень тяжко самим напрягаться. И много больших компаний, кстати, в мире пользуются этим. Но если вы большие, то мы просим правительство нас как-то оградить, защитить. Если вы сможете читать английский, то я рекомендую, что каждый год читайте финансовые отчеты Амазона. И он говорит, что кто-то, кто уничтожит Амазон, скорее всего, это будет сам Амазон. Он сказал, что клиенты всегда не довольны. Они всегда хотят больше. И, знаете, два-три года назад они начали доставлять за час по воскресеньям. И сегодня уже это в пяти тысячах городов. Они добавляют новый склад раз в неделю. И сразу склад добавляется на 25 тысяч человек работают. И растут просто по вертикали. Если хотите себя сравнивать с кем-нибудь, не сравнивайте себя с русскими, сравнивайте себя с Амазоном. Потому что, скорее всего, вы делаете лишь малую часть того, что вы могли бы делать. Вы могли бы быть самой мощной компанией в стране. Но для этого каждый должен на такую высоту подняться в отношении клиентского сервиса. Это причина, почему я зашел в четыре салона перед тем, как пошел в Рольф. Потому что все компании верят, что они очень хороши в сервисе. И я хотел посмотреть это моими глазами. И до того, как я начал работать с вами, я зашел в 20 ваших конкурентов. И то, что люди говорят и то, что они делают, это большая разница. Большинство компаний мечтают, живут где-то на облаке и никогда оттуда не спускаются. Все вопросы странные. Амазон мы услышали, какие еще компании были, на которых стоит равняться на первую часть вопроса. И вторая часть вопроса, возможно ли к ним обратиться как-то напрямую, чтобы они поделились своим опытом, какие фишки следует перенять вообще в целом по сервису, чтобы нам применить их в своей работе. С ними говорят, нет смысла разговаривать с топ-5. Зачем вам разговаривать с какой-то маленькой компанией из России, если бы вы были Best Buy'ем каким-нибудь на 5000 человек, возможно, с вами поговорили. И, наконец, CEO Best Buy'ем говорит, что мы в бизнесе счастья двигаем. Но изучать эти компании точно можно. Подпишитесь на их финансовые отчеты. Я реально вырезаю всякие статьи из журналов, из газет. Всегда стараюсь смотреть, что происходит с лидерами сервисными. И у меня на этот час в день уходит точно. Я делал это очень много лет. И я понимаю, что они делают, кто они. Но есть много способов, чтобы изучать Амазон по-разному. Менчмарк себя против Метробанка, Амазон, Каско, Эппл. Это как раз еще компании, с которой все остались. Они все миллиардные. Вспоминайте, что Метробанк в Лондоне начался с 40 сотрудников, и сейчас у них 3000 сотрудников. Они не тратили денег на рекламу в этом. Все компании лидеры сервиса фокусируются на сарафанной радио. Эппл очень мало денег тратит на рекламу. Амазон тоже очень мало денег на рекламу. Они понимают, что сила роста как раз в сарафанном радио. Но сарафанной радио не заведется до тех пор, пока у вас не заведется суперский клиентский сервис. А вам кажется, что менталитет той или иной страны накладывает свой оттенок на понятие сервиса? Или сервис не един во всех странах? Я считаю, что это такая универсальная история в целом. Ягод был в 40 странах и работал там с правительствами. Принципы, которыми я учу, они универсальны. Принципы, которыми я учу, они универсальны. И сервисные лидеры должны как бы сами себя подстегивать. Многие лидеры считают, что пару лет поделаем, фокусируемся на сервисе и потом закончим. Jack Welch did a really good job at General Electric when he was CEO. One of the most effective CEOs in the world. And then he put Jeff Imlet in there, who was CEO for 16 years. And their focus was on executive compensation and board compensation. They cut the books and they focus on greed. The stock of General Electric after 16 years with Jeff Imlet as CEO was worth less the day he left than the day he started. And since he's left, the stock has dropped another 50%. The marketplace values service leaders, but they can tell the difference between Volsha and Realty. And he said, they were able to read the annual report of every publicly held company in the United States. Если почитать отчет любой публичной компании в Штатах, каждая напишет, что они сфокусированы на клиентах, сотрудниках и как они их любят. И у них у всех профессиональные писатели. Но на самом деле они этого не делают. Вопросы? Да. Вы должны быть дешевле и при этом поставлять суперсервисы. Есть три способа снижать затраты. У большинства компаний слишком много сотрудников. В России, если есть позиция открытая, то вы их принимаете, и каждый работает на 50%. Нужно меньше людей, но больше людей, которые выкладываются на работу. К примеру, в этих дилерах, там сидит две-три девочки на ресепшене. Мне казалось, что им и одной хватит. Но одна, которая нормально работает. Я пойду в мою лексус-дилер, и у меня есть женщина, которая очень эффективна и очень хорошая, которая постоянно ждет тебя на Руси. Если я пойду в свой лексус-дилер шип дома, то там всего одна тетника будет суперэффективна. Она бы здесь бегала вокруг каждого. Она бы здесь бегала вокруг каждого. Она просто правильная сотрудница. Вторая история — это расходы на управление всей этой историей в виде политик, правил, каких-то ограничений. Большинство компаний в России как-то молятся на все эти дела, на процедуры, регламенты. В то время как Джеб Безос говорит, что «Ребят, если хотите получить что-то больше, вы снижаете трение». Я могу купить что-то на Amazon в 15-20 секунды. Роб попросил купить ему джинсы в США. Я попросил линк, чтобы он был понятен размер, цвет и все-таки. Он мне прислал линк. Я зашел на Amazon, нажал 1-2 секунды и за 20 секунд купил, через два дня мне привезли. Кажется. И, Роман, pay attention. Он всегда на телефон. Кажется? О, это же celestial. Кажется. Кажется, не забывайте. Мерисов-ю, но я обещал. В минусе для денег легко. Вы быте предложите линк, чтобы брать мне новые парки, новые что-то. Это очень полезно для меня, и дорого. Я думаю, что вы мне пили 36 долларов за эти jeans, correct? 36.86. Сколько эти jeans стоят в Москве? 100. Да, 60%. 60%. Мы можем делать бизнес вместе. 36, и проделать 50. Нужно иметь зарплату. В штатах 100 долларов в Москве. И тогда я в Нью-Jersey на тюрьме с клиентами. И он мне в WhatsApp-мессии, что я хочу купить какие-то Apple продукты для меня. И так же вечером в четверг он мне просит, а можно ли купить Apple? Так что я спросил моего клиента, если они могли бы мне прийти к Apple-сторе чтобы я могли купить продукты для меня. Я спросил их, можно ли мне добраться до ближайшего Apple-стора? Они сказали, конечно. Я пошел в магазин, и я сказал, что у меня есть всего несколько минут, и надо быстро сделать покупку. Они мне представили к человеку. Я дал ему телефон со списком, что мне нужно купить. И я вышел из всех продуктов в 10 минутах. И через 10 минут я ушел с мешком, в котором уже все выросло. И ты платил, Роман, ну, я не платил мне, но это стоило 1300 долларов. Мне это все стоило 1300 долларов. Роман, сколько бы это стоило здесь в Москве? Роман, сколько бы ты тут закупился? Ну, окей, это... 500 долларов больше. 500 долларов больше. So, one of the reasons prices are higher in Russia is because you have a lot of overhead, you have a lot of overhead. Russian companies love to have lots of employees. Just like at the car dealerships, you've got three women instead of one. I mean, the women are gorgeous. But, you know, I like looking at beautiful women, but if I owned the business, I wouldn't want to be wasting my money. So, there's this tendency in Russia that we just add more people all the time. We don't care about costs. And because we have more policies, rules and procedures, it costs more money, because we have to enforce those policies and rules and procedures. And the third is that we don't mind underperforming employers. Number four, we're reluctant to fire incompetent people. So, at Apple, you're never going to stay in that job if you don't show up. If you come 10 minutes late, your job's over. If you're not awesome with customers, you're never going to get hired in the first place. It's very difficult to get a job at Apple. But they provide an incredible experience. But most companies don't want to have $60 billion in net profit for the year. When I talk in Google, we're talking dollars. So, the service leaders make money hand over fests, like cash machines. At Apple, they have all their products on display. Beautiful displays. They don't have any cash registers. They don't have any printers. They have their products on display. So, when the guy scanned, you know, put the stuff in from my iPhone, he put it on his phone. He communicated by pushing some numbers with the back. A minute or so later, they came out with somebody that delivered the products to Apple. He then scanned the items on his phone. Came to the place. I gave my credit card. He swipes it on his phone. He says, do you want a receipt printed or by email? I said both. So, he goes over to another table. Underneath the table is a little printer and he comes back with the sales cell. So, if you go into your local bank here, they all have terminals. They're in the stone age. If you go into an Apple store, they don't have any terminals. They have people that ask your name, why you're here. They tell you another person who codes in what you're going to do. Maybe you've got a problem with your iPhone or whatever. And what they did is they described what you look like. There's a good-looking guy, he's got a blue shirt, jeans on, bald head. And then, you know, maybe you got an appointment at 1.15 and at 1 o'clock somebody comes up and says, Sergei, it's going to be another 10 minutes or so. And there's maybe 50 to 100 people in the store. And you're thinking, how the hell did you know it was me? Because they use technology. Because we're answering. Yes. I'm going to go to the airport. My wife was in the airport. My wife was in the airport. And the airport said, I need to ask you, how your health is. And she said, why? And she said, why? And she said, I need to be interested in your health. And my wife said, I need to be interested in your health. That's all about the airport. Alright. Very good. More questions? Oh, this gentleman over here, he hasn't asked a question. I just wanted to ask you, which idea was the question of what? Where is the super service? And the price was on the market or lower. Say, Apple is the most expensive device on the market. да и там никому не секрет что там себестоимость 200 долларов до продают за тысячу то есть как бы может быть есть какой-то другой пример компаний таких успешных ну как бы спрайз ну типа да вот можно 1 а.м. ok thank you as much okay in the united states i don't think it's important for them to be able to speak russia it has to do with me and i'm going to make a sense not last night but i think it's just this one of the latest life person answers a call at 1 a.m. that's the best you know the room so i don't expect Я не ожидал, что у вас по-английски говорят тоже. Но я не знаю, почему это должно быть 50 секунд для того, чтобы кто-то ответил на телефон. И, в общем, 50 секунд это должно заниматься. Но, наверное, 50 секунд — это круто для России. Но если вы себя сравниваете с русскими, то, наверное, мы крутое. Но если бы я вам в час ночи позвонил, то есть еще один эксперимент сделаем. В аэрофорте, по-английски, а не в аэрофорте. Как вы думаете, аэрофорте... Но не называйте «привателем». Нет, нет, аэрофорте, по-английски. Но если вы — «голд-привателем». Да, «голд-привателем». Если вы — «голд-привателем». Сколько? Десять секунд. Одиннадцать. Это «голд-привателем». В Невайорке, Невайорке, Невайорке. В Невайорке. В Невайорке. В Невайорке. В Невайорке. В Невайорке. 27 секунд. Больше минуты надо ждать. В Невайорке. В Невайорке. Вы не должны быть вне пожертвы. В Невайорке. В Невайорке. Что происходит с ВНВ. Это «ИВР»? Нет! Эрофорте «бонус». Аэрофорте «бонус». Это «ИВР». 25 секунд. Одна минута, две секунды. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, Марина, пожалуйста, помогите. Спасибо. Одна минута, две секунды. Это как раз система автоматическая, а не живая. Вы знаете, большинство компаний в мире любят эти автосистемы. Но я ни разу не встретил человека живого, который любит общаться с этими системами. И это как раз прекрасный пример, когда технология используется для того, чтобы отталкивать наших клиентов. И большинство, например, компаний в Штатах пользуются точно такими же системами. Но сервисные лидеры нет. Опять вопрос, с кем хотите себя сравнивать. С русскими или с мировыми лидерами. С кем? С мировыми, конечно. С кем? С мировыми, конечно. С кем? С кем? С кем? С кем? OK. С кем? 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 Они не жены за classics и отшлись конец. С кем? Или ты их с сексом, они без чьей теперь? С кем? С кем? Папаль Come? С кем? С кем? С кем? Кем represented. Клиентский опыт, все становится полезным. Роман, how much more time do we have? Сколько у нас еще времени? Did he leave for? Роман. Если компания растет каждый год большими темпами, то это зависит только от клиентского сервиса. Как вы выяснили компании? Is it because they have? Companies that grow fast, it's because they have awesome customer service over here. So, last year Amazon grew 41.9 billion dollars. This calendar year will probably be 60 billion. Increase. I mean, these are light-year numbers. If you look at Apple, oh my God, it's like this. Они тоже растут. And if you look at Angela Arnartz, the senior vice president of retail, she said the employees are not a commodity. They're the differentiator. They're the differentiator. And they understand that. Angela Arnartz is the 25th most powerful woman in the world. Tim Cook paid her 70 million dollars in 2014 to join her. And Tim Cook paid her 75 million dollars, so that she came to the world. Yes. What is the difference between B2C service and B2B service? Between what? B2B and B2C service. Not much difference. You just got to be awesome at both. Maybe some other priorities in your vice president. No, you just... There's no difference. You just got to treat everybody like a king or a queen. And you got to be good all the time. All the time. I mean, you got to be awesome. Good customer service doesn't get you into the arena. You have one advantage in Russia. The expectations of Russians is low. They think OK service is awesome. And then you're... In Russia, we're very proud of our big companies. Pride in the country. And that's why Aeroflot would have such high recognition in Russia. Because it's your airline. It's your country. But, you know, I just... You know, on this flight, I didn't fly Aeroflot because the risk factor of losing my luggage is so great. I mean, they can't put luggage on the plane. It's impossible for the airlines. And there's no service recovery. But that's, you know, that's something like $5,000 for Aeroflot. You know, that's peanuts. I don't care. You know, the 20 printers in Russia, you know, they didn't... In Moscow, they really didn't need all that extra money. The economy is flying high in Russia. There's no need to worry about more business. And they didn't even have to provide the paperwork to export it. Because it's already here. But they'd have to be able to take payment in dollars. So a lot of companies don't want to do that. Too much money already they got. Let me tell you what, if I had somebody who wanted to spend $72,000 a year with me, I'd make it really easy for them to do business. And I always think that if someone wants to spend $72,000 a year with me, I'd make it really easy for them to make it happen. Oh, my God, Roman came back. We were looking for you. Thank you. Thank you very much. And I hope that everyone has been equipped with this story. And we need to be moving towards the improvement of service service. And to be a number one in Russia. Thank you. Thank you. We're congratulations on the job, for that he gave us a pin. Thank you. Сергеев, спасибо тоже отдельно